Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Сегодня у нас с вами урок по Python. Это серия видеоуроков по созданию графического приложения на Python с использованием модуля по Qt5. На прошлом уроке мы с вами разобрались с task-шедулером, с планировщиком заданий. То есть мы с вами смогли создать задачу и экспортировать ее в XML-файл, а также посмотрели, как работать с task-шедулером, используя командную строку. То есть мы с вами запустили task-шедулер.exe, пишется sctasks.exe со знаком слэш вопрос и получили список команд на выполнение на консоль. То есть теперь мы можем с вами дописать наш код для того, чтобы создавать с помощью нашего кода в расписании в планировщике заданий нашу задачу на отслеживание. Хорошо, давайте мы с вами так и сделаем. Если вам нравятся такие уроки, то вы знаете, что делать. И, конечно, таких уроков будет больше. Давайте приступим. Итак, вот он наш код с прошлого урока. Мы с вами сделали еще небольшое изменение. Сделали таким образом, что теперь наш файл main.py можно запускать из любой рабочей директории. Дело в том, что вот этот файл tracker.ui теперь будет подзагружаться с указанием пути, который будет считываться из местоположения нашего файла main.py. Поэтому dirname будет содержать путь к этой директории. Тем самым tracker.ui загрузится без проблем и выполнится теперь в любом окружении. Окей, давайте запустим ее и посмотрим внимательно на нашу программу. У нас с вами есть название нашей задачи. Tracker события. Второе. У нас с вами есть описание события. И третье. У нас с вами есть дата, которая будет отслеживаться в будущем, например. Этот расчет будет выводиться на экран при запуске нашего приложения. Давайте мы с вами упросим немножко задачу. Вот этот XML файл, который мы с вами получили при создании задачи, мы с вами будем использовать на следующем уроке. А на этом уроке мы с вами просто используем командную строку. Когда мы с вами выполняли schedule tasks.swash.vопрос swash.create.swash.vопрос мы с вами воспользуемся вот этой командой для того, чтобы создать нашу первую задачу на отслеживание. Окей. Сначала давайте мы с вами ее создадим, используя прямо командную строку. А потом мы ее с вами уже создадим внутри нашего кода на Python. Окей. Create. Что мы будем с вами выполнять? Slash.tr. Так и пишем. Slash.tr. В кавычках. Мы с вами должны выполнить Python и указать путь к нашему файлу. Правой кнопкой Show on Explorer. Копируем путь к нашей текущей территории, где находится наш файл main.py нашего проекта. вставляем сюда slash main.py То есть теперь у нас с вами будет выполняться вот эта задача. Давайте посмотрим. tr. Что означает tr? tr. Смотрим. tr. Это программа, которая будет запускаться. Путь и имя файл программы. Отлично. tn. Имя задачи. Давайте зададим. tn. Имя задачи. Смотрите. Имя задачи будет трекер события. Такое имя мы с вами и возьмем. Трекер события. Ctrl. C. tn. Также в кавычках укажем. tn. Трекер события. Так. Что у нас с вами еще есть? Мы можем с вами указать периодичность нашей задачи. s.c. m.o. Смотрите. Следующее значение. Это мы с вами сейчас сделаем. А вот здесь вот так. Смотрим. С.c. Расписание. Частоту повторения. Howly. Давайте каждые два часа зададим. s.c. Howly. Slash. s.c. Howly. Так. Смотрим. Интервал повторения в минутах. Этот параметр не применим. Если мы с вами указываем MindHowerly. r.i. нужно использовать. Давайте r.i. возьмем. Интервал. Каждые два часа это будет на сайте 120 минут. Так. Окей. Тогда возьмем r.i. r.i. на 120 минут. Смотрим, что еще мы с вами должны указать. Дата начала. Дата завершения. E.d. Дата последнего запуска задачи. Формат. Дата месяц год. Slash. E.d. Slash. E.d. Это дата, конечно, которая у нас с вами... Так. А как она у нас указывается? E.d. Slash. Интересно. Давайте. 31.12.20.20. То есть у нас с вами... Мы с вами указали, что запускаем. Имя. Задачи нашей. Каждые два часа. И дату завершения. Давайте нажмем это и проверим, что у нас с вами получится. Синтаксическая ошибка. Потерян обязательный параметр. S.C. S.C. Давайте посмотрим. Расписание. Частота повторения. Howly. Howly. Daily. Weekly. A.R.I. Daily нужно поставить тогда. S.C. Daily. Так и сделаем. Добавим сюда. Swash. S.C. Daily. А это может быть в кавычках указать. Ну ладно, все проверим. Ошибка. Длительность 60 минут должна превышать промежуток между повторениями. 120 минут. Смотрите, вот наша подсказка. SD. Когда мы с вами запускаем? Когда мы с вами прекращаем запускать? MO. 5. Каждые 5 минут. MO. Смотрим. MO. 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 То есть, у нас с вами используется вот здесь вот MO. S.C. Minot. S.C. Minot. Указываем MO 5 минут. Давайте попробуем. S.C. Minot. S.C. Minot. MO. Каждые сколько минут? Каждые 2 часа. Каждые 2 часа. И конец даты такой-то. Нажимаем Enter. Окей. У нас с вами теперь создалась запланированная задача Tracker события. Теперь давайте мы с вами ее посмотрим поподробнее. Итак. Обновляем. Смотрим. Tracker события. Вот она она. Открываем. Выполнять только для пользователей вошедших систем. У нас это устраивает. Триггеры. Один раз только. Видите. Нам необходимо это поменять. 8.56. Срок истечения триггера. 31.12. Почему однократно? Нам нужно ежедневно. И повторять задачу каждые 2 часа. В течение бесконечно. И срок действия 31.12.2020 года. Хорошо. То есть она запустится и будет до этого дня выполняться каждые 2 часа. Однократно запускается. 22.12. 8.56. Так. Запуск программы. Смотрите. Все верно указано. Условия нас это в принципе все это устраивает. Окей. Берем окей. Давайте запустим ее правой кнопкой. Берем выполнить. Запускается наша программа. Смотрите. В таком случае через 2 часа у нас с вами появится на экране вот это приложение. Которое скажет, что до этого события останется столько-то дней. Обратите внимание, что наша программа не смогла прочитать файл конфигурации. Может его нет, потому что мы с вами не указали путь к файлу конфигурации с учетом того, где находится наш файл main.py. Окей. Давайте так и сделаем. Укажем этот путь. Вернемся в наш код. Так. Вот сюда. И также dirname будем использовать. Там, где мы с вами считываем файл конфигурации. Вот он. Open. Берем dirname. Плюс. Слэш слэш. Конфиг текст. И то же самое здесь, где read from file. Dirname плюс свэш слэш конфиг текст. Dirname у нас с вами глобальный. Укажем его сюда. Dirname. И сюда та же самая. Dirname. Окей. Запускаем. Все работает. Так. Теперь возвращаемся в наш планировщик заданий. И запустим его еще раз. Теперь он считал информацию из того файла, который находится в том месте, где находится наш файл main.py. Отлично. Хорошо. Теперь осталось проверить, как этот трекер события будет отрабатывать. Нужно ли нам с вами менять у 10 триггер на один раз. Это мы с вами проверим уже завтра. На текущий момент давайте мы с вами добавим выполнение этой команды в код на Python. Но перед этим вернемся в нашу командную строку. И попробуем поменять нашу задачу. Create берем. Но здесь укажем, например, не 120, а 60. Предупреждение. Задание с именем трекер событий уже существует. Вы хотите его изменить? Yes или No? Берем Yes. А как нам сделать так, чтобы можно было перезаписывать сразу? То есть сейчас, конечно, задача переобновилась. И триггер показывает, что частота повторения 1 час. Как же нам сделать так, чтобы она сразу изменялась без вопроса? Давайте посмотрим. Помощь. Create slash вопрос. Так, смотрим. Принудительное. Slash F нужно выполнять. Даже если она уже существует. То есть вот здесь вот, смотрите. Когда мы с вами выполним нашу задачу. Мы с вами должны поставить slash F. И тогда спрашиваться у нас с вами ничего не будет. Slash F. Успех. Теперь эта задача, смотрите, уже будет каждые 2 часа выполняться. Триггеры. Частота повторения. Каждые 2 часа. Отлично. Slash F триггер будем использовать. Давайте скопируем вот эту задачу. Вот так вот. И теперь вернемся в наш код на Python. Save to File. Именно вот в этой функции мы с вами будем, конечно же, создавать задачу. Давайте так и назовем. Task равняется. И вставим сюда то, что мы с вами написали там. В апострофах. Так, в апострофах. Так, окей. Получили вот такую вот длинную строку. Здесь есть у нас с вами апострофы. Итак, смотрите, у нас с вами здесь есть и кавычки, и апострофы. Поэтому давайте будем использовать тройные кавычки. Раз, два, три. И в начале раз, два, три. Теперь осталось только слыши использовать правильно. Для того, чтобы вот эти вот слыши у нас с вами не экранировали. Вот эти символы. Так, окей. Вот этот путь, смотрите, мы с вами должны получить как переменную. вот, вот эта часть. Смотрите, вот здесь вот. Это у нас с вами переменная. Причем, это как раз наш файл. Поэтому именно здесь мы с вами должны прерваться. Раз, два, три. Раз, два, три. Ой, как здесь всего много получилось. Плюс, плюс. И вставляем сюда, конечно, вот эту часть. Прям вот эту. Это прямо с именем файла будет. Давайте мы с вами выведем это на экран, для того, чтобы понять и увидеть, что у нас это вывелось без ошибки. Print. Task. Запускаем. Так, нажимаем следить. Смотрим на вывод на экран. Все вывелось нормально. Окей. Теперь нам необходимо в эту задачу поместить дату. Вот сюда. Трекер события. То есть, у нас с вами есть путь к файлу. Есть название. Трекер события. И теперь только необходимо поместить конечную дату. То есть, именно вот сюда, в конец. Вставить нашу дату. В таком формате. Берем дату. Вот это. CalcDate. И в этом формате мы с вами так ее и запишем. Давайте скопируем эту команду. Понижим. Здесь поставим тройные кавычки. Раз, два, три. Вот эту часть заменим. Плюс, плюс. Берем вот эту дату, в которой мы с вами записываем. CalcDate. Вставляем сюда точка toString. И выбираем, каким образом мы с вами ее будем указывать. Так, слэш там было. Месяц, месяц есть. Слэш. Год. Давайте выйдем на экран. И посмотрим, что у нас с вами получилось. Нажимаем следить. Закрываем. Смотрим дату. Так, проверим. Месяц у нас с вами вот так вот. Надо было сделать. Запускаем еще раз. И проверяем еще раз. Окей. Смотрим. Теперь правильно. То есть мы с вами получили теперь дату для отслеживания в будущем. Вот в этой переменной task. Окей. Эта переменная task теперь может выполниться у нас с вами как задача. Так и сделаем. Так как у нас с вами уже модуль os заимпортирован для того, чтобы получить текущий путь, то мы с вами им и воспользуемся. Пишем os точка system и вставляем нашу команду task. Давайте проверим, что у нас с вами получится. Сохраним и запустим наш файл. Так. Трекер события. Выберем 30 число. Берем следить. Давайте теперь посмотрим, что у нас с вами поменялось в нашем планировщике заданий. Конечно, вывести сюда какой-то мусор. Но ничего страшного. Трекер события. Нажимаем два раза на нем. Смотрим триггеры. Один раз. До 30 числа. Смотрите, поменялось. Каждые два часа. Окей. Давайте попробуем поменять еще что-нибудь в нашем коде. Нажмем stop. И здесь поменяем, например, не каждые 120 минут, а каждые 90 минут. Для того, чтобы протестировать. Каждые 90 минут. Это дата. И трекер события. Оставим название то же самое, чтобы оно перезаписалось. Запускаем наш код. 30 число уже. Ставим на первое число. Первое число. Январь 21. Берем следить. Окей. Теперь давайте посмотрим наш шедулер tasks. Наш планировщик заданий. Обновляем. Кликаем два раза. Смотрим триггеры. Окей. Смотрите. Первое, первое, двадцать первого. Ноль, ноль. Отлично. И каждые 90 минут. То есть у нас с вами теперь Python перезаписывает эту задачу в планировщике заданий. И она будет каждые 90 минут выполняться. Бесконечно. Срок действия до 01.01.21. Отлично. Пускай она с вами будет каждые 120 минут. Напоминаю, Тим. Так, это дата. Так, сохраним. Отлично. Запустим еще раз. Выберем 31 декабря 2020 года. Возьмем следить. Так, вот эту кодировку, которая выводится здесь, мы можем, конечно, с вами поменять. Так, для этого нам необходимо выполнить команду Ossystem. Затать кодировочку такую. Пишем такую кодовую страницу. Нажимаем старт. Нажимаем следить. Так, отлично. Смотрите, теперь у нас с вами выводится нормальный текст. Без всяких иероглифов. Супер. Итак, на этом уроке мы с вами создали, используя Python в планировщике заданий, вашу задачу. Теперь можно использовать такой же подход и создавать любые задачи в планировщике заданий. Для того, чтобы отслеживать какие-то события в будущем. Как использовать XML-файл для того, чтобы создать в планировщике задач задания, вы сможете посмотреть на следующем уроке. Если вам нравятся такие уроки, то вы знаете, что делать. И, конечно, таких уроков будет больше. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...